Минай Филиппович Шмырев, или Батька Минай, один из самых талантливых партизанских командиров Белоруссии. Уже 9 июля 1941 года Суражский райком партии приказал ему начать организацию партизанского движения в тылу врага. Почему именно ему? Мало кто знал, что всеми уважаемый директор Будоцкой картонной фабрики в прошлом имел боевой опыт. Еще за Первую мировую он был награжден Тремя Георгиевскими крестами, а во время Гражданской воевал против войск Краснова и Юденича. В конце июня 1941 года фабрику, директором которой был Шмырев, удалось вместе с рабочими благополучно эвакуировать на восток. А 14 июля с отрядом в 25 человек Минай Филиппович оставил рабочий поселок, переправился через реку Туровку и ушел в лес. Почти ежедневно в отряд прибывали все новые и новые пополнения. Шли рабочие, колхозники, служащие. В лес приходили отставшие от своих частей бойцы и командиры Красной Армии. Прошли считанные дни, а отряд уже вырос до 90 человек. 25 июля в землянку Батьки Минай прибежали разведчики. Они обнаружили на правом берегу реки Туровки возле хутора Самохвалики немецкий конный отряд. Пришло время действовать и показать врагу, что спокойной жизни в тылу у него не будет. День был жаркий, фашисты отдыхали, купались, загорали, купали лошадей. К противоположному берегу реки вплотную подступал лес. Партизаны незаметно подобрались к реке, заняли позиции и приготовились к открытию огня. Минай Филиппович сам лег за пулемет, грянул винтовочный залп, дробно застрекотал пулемет. Гитлеровцы бросились к оружию, те, которые купались, так и не успели выйти на берег. Да и фашисты, находившиеся на берегу, не ушли от метких партизанских пуль. Всего несколько минут заняла эта дерзкая операция, а результат получился неплохой. Около 30 вражеских трупов осталось лежать на берегу. Партизаны же без потерь отошли обратно вглубь леса. С этого дня началась боевая жизнь отряда. За два месяца партизаны участвовали в 27 боевых операциях. Уже 28 июля на дороге Пудать-Тимохе партизаны расстреляли хвост большой колонны автомашин, где ехали бензовозы. Несколько бочек вспыхнули и сгорели дотла, а их водители были убиты. 3 августа на дороге у Святой-Велиш было уничтожено несколько автомашин с боеприпасами. На реках Усвяча, Туровка и Шляхотка взлетели на воздух мосты, а в деревнях партизаны ликвидировали несколько управ с мелкими немецкими гарнизонами, пополнив тем самым свои запасы оружия, продовольствия и боеприпасов. С каждой новой операцией отряд совершенствовал тактику партизанской борьбы и расширял зону своих боевых действий. Партизаны использовали каждый удобный случай, чтобы нанести гитлеровцам урон, и в сентябре, выросший численно и уже приобретший необходимый навык борьбы, отряд Шмырева решил провести крупную операцию. Районный центр Сураж находился в глубоком тылу противника. Там разместили на отдых в ожидании пополнения подразделение 137-й немецкой пехотной дивизии. Около 300 офицеров и солдат вермахта заняли самые лучшие дома, выселив из них хозяев. Бывший районный дом культуры фашисты превратили в увеселительный зал, где пьянствовали и насиловали девушек. Расстреляв несколько суражан, показавшихся им подозрительными, гитлеровцы настолько успокоились, что перестали заботиться об охране. Они были уверены, что никто не осмелится напасть на большой гарнизон. Но вот в одну из тихих ночей партизаны с трех сторон, бесшумно сняв часовых, ворвались в Сураж. Местные жители заранее пометили дома, где жили немцы, и в эти окна полетели гранаты. Одновременно с этим партизанами было атаковано караульное помещение. Мало кому из фашистов удалось спастись. Оставшиеся в живых немцы бросились в рассыпную, в окна и двери, но везде их настигала смерть. Перед уходом партизаны разгромили канцелярию гарнизона и захватили всю переписку. Помимо документов в эту ночь, трофеями народных мстителей стали 10 автомашин, 20 мотоциклов, 12 пулеметов, около 50 автоматов и много боеприпасов. Боевая слава партизанского отряда «Батьки Миная» вскоре перешагнула границы района. О нем с уважением говорили на всей Витебщине. С дрожью в голосе произносили имя вожака партизан, коменданты, старосты и полицаи. Немцы много раз пытались разгромить отряд Шмырева. В 1941 году ими было снаряжено для этого несколько крупных карательных экспедиций. В отряд засылались шпионы и провокаторы. Однако опытные бойцы «Батьки Миная» всегда были на чеку. Буквально из-под носа у фашистов они ускользали в лес и быстро переходили на новое место. Но однажды «Батька Минай» чуть было не был убит. Соблюдая строгую конспирацию, 12 партизан находились в специально подготовленной и замаскированной на этот случай землянке. Нужно было переждать, когда каратели оставят эти места. Но все же фашистским лазутчикам каким-то образом удалось обнаружить партизан. Лесные жители встретили переднюю цепь противника дружным прицельным огнем и стали отступать дальше в лес. Но на снегу оставались следы, и уйти от преследования никак не удавалось. И тогда, чтобы группа смогла уйти, «Батька Миная» с двумя товарищами остался прикрывать ее отход. Выбрав среди леса удобное место, они заняли оборону в штабелях дров. Завязалась перестрелка. Оба товарища «Батьки Миная» были убиты, да и ему самому было уже не спастись. Каратели окружили его плотным кольцом. Немцы очень устали и озверели, но идти вперед не осмеливались. Повезло «Минаю» Филипповичу в том, что на землю спустились сумерки. Из немецких цепей раздались выстрелы. С другой стороны, приняв эти выстрелы за партизанские, им ответили также автоматные очереди. Немцы ввязались в бой сами с собой. Пользуясь этим, «Батька Минай» пополз в том направлении, куда стреляли. В этом месте цепи образовался коридор, и Шмырев незамеченный выскользнул из окружения. Фашистское командование, не добившись уничтожения партизан, решило действовать другим способом. Оно объявило, что за поимку и выдачу партизанского командира будет выплачено большое денежное вознаграждение. В селах и деревнях Сурожского и Меховского районов появились объявления с описанием примет Шмырева. И предатель все-таки нашелся. Неизвестно, кто это был, но дальше немцы явно действовали по наводке. У Миная Филипповича было четверо детей, которых после смерти жены он воспитывал один. После начала войны он не успел их эвакуировать на восток и оставил двоих на попечении своей сестры, а двоих отвез к теще. Из двух деревень немцы забрали детей в один день. Несколько месяцев их держали в заложниках, водили по деревням в надежде, что дети узнают кого-нибудь из друзей отца. Особенно они надеялись на младшего трехлетнего Мишу, но все было безрезультатно. В конце концов гестаповцы отослали батьке Минаю ультиматум, что если он сдастся, то детей отпустят, если нет, то их расстреляют. Сначала Миная Филиппович хотел сдаться, потом покончить жизнь самоубийством, но он знал, что так ему не спасти своих близких. В любом случае гитлеровцы не пощадили бы никого. Единственным решением было штурмовать тюрьму, но это было бы самоубийством для партизан. Детей словно в насмешку держали в Сураже, где после партизанской атаки уже находился большой, вооруженный до зубов гарнизон. В феврале 1942 года 14-летняя дочь Лиза из тюрьмы смогла передать отцу короткую записку, в которой было написано. «Папа, за нас не волнуйся, никого не слушай и к немцам не иди. Если тебя убьют, мы бессильны и за тебя не отомстим. А если нас убьют, папа, ты за нас отомстишь». 14 февраля фашистские изверги расстреляли детей, сестру и тещу Миная Филипповича. Партизаны достойно отомстили за смерть детей своего командира. В течение зимы отряд «Батьки Минаи» уничтожил 1300 фашистских солдат, 60 офицеров, одного генерала, 200 полицейских и старост, 50 автомашин, один броневик и взорвал 50 мостов в тылу противника. 12 апреля несколько партизанских отрядов объединились в первую белорусскую партизанскую бригаду, командиром которой стал «Батька Минай». Образование бригады положительно сказалось на дальнейшем развертывании партизанского движения в Сурожском районе. За несколько месяцев бригада выросла в 4 с лишним раза. В ее рядах было уже до 7 тысяч человек. Она вооружилась танками, пушками, минометами и являлась грозной силой для противника. Народные мстители освободили от гитлеровских захватчиков территорию 15 сельских советов Сурожского и Меховского районов. И таким образом была образована Сурожская партизанская область. Партизаны срывали передвижение гитлеровских частей и защищали население от грабежей и уничтожения. В январе 1942 года в ходе Торопецко-Холмской операции советские 3-я и 4-я ударные армии освободили несколько лесных деревень в Псковской области на стыке немецких групп армий «Север» и «Центр». Навстречу наступающим войскам Красной армии с боями прорвался отряд «Батьки Миная», тем самым образовав брешь в немецкой обороне. Впоследствии этот широкий, 40-километровый разрыв в линии фронта назвали легендарными «Витебскими воротами». Этот проход, ведущий прямо на оккупированные территории, просуществовал более 7 месяцев. Немцам поначалу не хватало сил, чтобы закрыть этот разрыв в линии фронта, а потом они этого делать и не хотели. Местность там была непроходимая, леса и болота, и наступление Красной армии на этом участке фронта было попросту невозможно. Но зато партизаны воспользовались этим прорывом на полную катушку. Движение по этому коридору не прекращалось ни днем, ни ночью. За 7 месяцев на восток было эвакуировано около 200 тысяч мирных жителей. Также партизаны провели на оккупированной территории сбор мужчин призывного возраста. И через Витебские ворота на Большую землю ушли более 25 тысяч новобранцев, которые влились в ряды Красной армии. Весной 1942 года некоторые соединения Калининского фронта испытывали серьезные затруднения с питанием. И тогда через Витебские ворота пошли обозы с продовольствием. Партизаны захватывали немецкие склады и ЖД-составы, готовые к отправке в Германию. А также отбивали у фашистских заготовителей гурты овец и крупного рогатого скота. Также они провели агитацию среди местного населения. Организовать в селах и деревнях сбор продовольствия для Красной армии. В освобожденных колхозах даже был проведен весенний сев. И до осени колхозники успели собрать урожай и передать его в фонд помощи советским войскам. Всего через Витебские ворота удалось переправить на восток 1500 тонн хлеба, 10 тысяч тонн картофеля, 4000 голов скота, 2000 лошадей, 500 тонн сена и 450 тонн овса. Обратным потоком к партизанам шли обозы с вооружением, взрывчаткой и медикаментами. В тыл врага также направлялись диверсионные группы и разного рода специалисты, инструкторы-подрывники, медицинский персонал, работники типографии, командиры, организаторы подполья, радисты, разведчики и даже водолазы. В августе Минай Филиппович Шмырев вместе с другими партизанскими командирами вылетел с докладом в ставку главного командования. На приеме у Сталина он рассказал о знаменитых воротах, о существовании на большой территории партизанской зоны, где ликвидированы оккупированные органы власти и восстановлены советские порядки, о нуждах партизан, об огромной поддержке, которую оказывает население народным мстителям и о тесной связи с Красной Армией. Но вернуться обратно ему уже не удалось. В Москве у него прихватило сердце и в госпитале у батьки Миная обнаружился инфаркт. После излечения его оставили работать в недавно созданном центральном штабе партизанского движения, который нуждался в авторитетных организаторах. В это же время информация о том, что фронт в районе Витебска разорван и русские свободно орудуют в немецком тылу, достигла Берлина. В ночь на 25 сентября 1942 года гитлеровскими войсками была начата крупная и хорошо спланированная операция в этом районе. Партизаны сражались отчаянно, но превосходство противника не оставило им никаких шансов. Уже к 28 числу, после интенсивной артподготовки и упорных боев, используя преимущество в танках, противник разгромил силы партизан, и витебские ворота были закрыты. Советское правительство высоко оценило заслуги Миная Филипповича Шмырева в развертывании всенародной партизанской войны на белорусской земле. За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими оккупантами, 15 августа 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. А собственных детей батька все-таки воспитал. В 1942 году он женился на партизанке из своего отряда, у которой был сын. А после войны у них еще родилось две дочери. Шмырев неоднократно избирался депутатом Витебского областного совета и депутатом Верховного совета Белорусской ССР. А за два месяца до смерти стал первым почетным гражданином Витебска. Умер герой 3 сентября 1964 года в возрасте 72 лет. С почестями он был похоронен в парке Героев в центре Витебска на Успенской горке. А в 1971 году приемный сын батьки Миная Ростислав написал сценарий о героическом прошлом своего приемного отца, по которому был снят фильм «Батька». Субтитры создавал DimaTorzok